Так, немножко о воспитании. Значит, для меня Даша это дочка, вот, племянница, и теперь на случай, если я не смогу работать, а ещё раз говорю, осочек у меня на миллионы долларов, вот. Правда, никто за неё не то, что доллар не даст, но знаете. Другое дело, что это всё-таки потенциал. Итак, даём ей, не надо менять паспорт, даём ей псевдоним Мутовина-Железова. И под этим псевдонимом, а если меня не будет, она должна продолжать рассылать это всё по стране. И детей кормить, и в стране сады будут, наконец-то. Вот, может, ей не обязательно знать, то, что знает, допустим, Немытов или знает это, Савинич. Но, её роль будет очень большая. Очень. Я просто очень предусмотрительный. Это её дочка спасает персики. Это было всего лишь позавчера. Вот. А он там на дальнем плане, вон он выглядывает, вверху право, видите? Это её брат двойверный. А вот он. Полтора раза меньше лопат. Посмотрели? Я про воспитание. Я про воспитание потеряю всё полтора минуты, но я что хочу вам сказать, ребята. Вот это вот, по-современному сделанная детская площадка. Деревня Красный Хутор. Она не маленькая. Летом здесь бывает, я всегда своих детей привожу сюда, и сам разминаюсь. Тренажёры же вот они. Современные тренажёры. Вот. Ну, пять-семь детей бывает. Один раз насчитал девять. А зимой ни одного. Вот. Время ушло. Деревенские дети. Пусть это тоже моя тема. Не садоводческая, но моя. Вот. Ну, почему не садоводческая? Люди почему бросили сады? У них энергии нет. А почему? Уже деревенские дети из дома нос не высовывают. Покажите мне хотя бы. А снег выпал давно уже. Вот. То есть потом ещё немножко выпадал. Но судя по всему, в течение примерно месяца-двух сюда не вступала нога ребёнка. Вот. А я наличианин. Эп-нарис меня привезли, когда мне было 11 лет. Вот. И сразу на улицу. А самое главное праздничные дни, это года 39 в школу. Обидно. Но вот мы утром встаём с надеждой. Включаем радио. Нам говорят, на улице 41. Значит, объявляем актировочный день. Детям в школу не ходить. Вот. Ура. Целый день на улице. Школу не надо, а на улице. И это было нормой. Было много того, что даже сейчас... Я сам раз ужасом. Весна... Ну, как же на динах не плавать? Чтобы я... Мальчишка на динах. Как это не переплыть озеро долгое, по ещё ледяной воде, не умея плавать? Да очень просто. Брёвны с камерами. И ногами болтать. Вот. Вот это всё было. Я не говорю, что это всем надо. В таких случаях есть и случаи. Трагические бывают. Ну, пронесло меня. Но это другая крайность. Что здесь трагического-то? А? Есть себе волейбольная площадка. Вот видите, столб стоит. Вот. Прочистить. Ну, мы поняли. Вот. А дети сидят. Я это говорю. Здесь только взрослые. К сожалению, молодёжь не смотрит мои передачи. Я говорю взрослым. У детей парятся яички. И они вырастают не мальчиками и не девочками. Потому что есть гормоны мужские. Вот. Железы специально для этого есть. Вырастают сильными. Пусть даже где-то очень активными. Вот. А есть ещё и девочки вырастают. У них женские гормоны. Они условно. Это условное разделение. Просто черты характера разные. Где-то чуть больше ума. Где-то чуть больше хозяйственности. Где-то от гормонов зависит. Будет ли это кто-то покрасивше. Вот. Даже, как бы сказать-то, вот. Размер бровей. Размер ресниц. Яркость кожи. Не яркость, а здоровая кожа. Яркие губы. Всё это гормоны. А они даже девочкам объяснить не могут. Что вы на улицу, на улицу. Вы же хотите вырасти красавицы. Даже этого в школе не знают. Представляете? Даже этого. А мальчишки, которые это, уже сейчас, наверное, уже и в деревнях уже памперсы одели детей. И вырастают не это. Вот. А ЛГБТ наступает. Я сейчас не буду расшифровывать. Я просто показал пример, что я прав. Я показывал вам то, что с фотографии снимал с твоего окна. Выпадал снег, и в течение месяца ни одной детской ноги возле качелей, возле этих самых, как их называется, корок, ни одной детской ноги. А вот и до деревни добрались. Вот так вот. А это моя головная боль. Душ нет. Да и головная тоже. И душевная боль. Я же неспроста вот это вам показываю. Вот где расти, должны расти дети. Ну, вы меня простили. Душевый síguela. Да и головная боль. А вот я вστεю. Угу. Пожавляй. Уживание.